Итак, я вас всех приветствую в очередной раз. Скажите, пожалуйста, как меня видно-слышно? Я хочу вас всех поблагодарить. Спасибо, да, всё вижу, меня видно-слышно. И огромное вам спасибо за то, что вы, несмотря ни на что, все приходите на наши вебинары, слушаете, хотя, казалось бы, тема такая никак не связана с нашей проблематикой. И поэтому я вам очень благодарна всем за то, что сегодня вы здесь, несмотря ни на что. Итак, продолжаем тему Китая. На самом деле я очень много... я из Китая привезла намного больше, даже чем сама ожидала. Поскольку мы находились в очень интересных местах, местах силы, в монастырях буддийских, даотских, то и очень интересная информация приходила оттуда. Вот один, сейчас вы видите на фотографии, один из уданских монастырей, это он находится, ну, вместо сам удан, там очень много монастырей, это считается колыбелью даосизма. И это место на самом деле, оно очень удивительно тем, что, ну, богато на огромное количество знаний и познаний о человеке, о женском и мужском. И сегодня я очень хотела бы начать свой вебинар с энергии. Китайцы очень огромное количество, количество своей жизни уделяют энергиям. Причём люди, они совершенно другие. Вот они начинают работать с энергией, накапливать её, работать с ней, работать с телом с самого детства. С самого детства они этим занимаются, в взрослом возрасте, в зрелом они её укрепляют эти знания и пользуются в старости. То есть они уже в молодом возрасте, в детском, начинают готовиться к тому, что с ними будет происходить в старости. И вот это огромное количество времени и сил, которые они тратят на накопление энергии, неспроста. И я сейчас вернусь вот к мужской и женской энергии ещё раз, потому что здесь, оказывается, находится, вот у меня просто был инсайт, это такое, инсайт это такая, это просветление, такая какая-то мысль, после которой у тебя складывается в голове какой-то пазл. И вот что касается отношений созависимости, зависимости мужского, женского, вот у меня именно в Китае произошёл такой инсайт, и у меня сложилась картинка. То есть я многое уже знала, подозревала, обо многом уже писала в книгах своих. И вот возвращаясь к мужской и женской энергии, я уже говорила, что женская энергия, она текучая, она прохладная, она такая мягкая, как вода, вот очень хороший термин, образ, мягкая, как вода энергия. Мужская, она более такая структурированная, горячая, то есть та энергия, которая идёт на достижение, она активная такая. И женская энергия, она как бы заполняет мужскую, заполняет мужчину. И в этом такой вот огромный-огромный есть смысл. Ну, не секрет, что в каждом человеке есть и мужская, и женская энергия, да. И вот как вот эта вот монада, которую вы сейчас видите на экране, то есть у женщины, в женщине есть мужское какое-то начало, у мужчины женское. И что же происходит, если женщина либо мужчина сдвигается в мужской полюс? На самом деле вот то, что мы сейчас имеем, вернее, кто-то имел у кого-то есть с пьющими близкими, особенно, особенно это касается мужей и сыновей. На самом деле это напрямую связано с распределением мужской и женской энергии. Как это связано? И вот что произошло со мной в Китае, это, ну, тот инсайт, который у меня произошёл, сейчас мы к нему подойдём плавно. В Китае вообще считается, что самый главный центр вообще энергетический, он далеко не в голове, особенно у женщин, он расположен в районе матки. Там женщина как бы накапливает энергию и поднимает её в район, то есть такой восходящий поток, она берёт энергию земли, так считают китайцы, накапливает её в матки, и вот эта энергия, она идёт, либо её берёт мужчина на достижение, совершенствование, это энергия земли. Вот. И женщина ещё способна эту энергию преобразовывать в любовь, да? Она наполняет любовью всё, она питает всё любовью. Мужчина берёт вот эту энергию и перенаправляет её, перераспределяет, и как бы направляет её на выживание, поэтому выживание – это очень не женское дело, это мужское дело. И когда идёт вот нарушение вот этих потоков, когда в женщины, женщина сдвигается в мужской полюс, у неё становится очень много мужской энергии. И вот то, что происходит как раз с мужьями, когда они начинают выпивать, здесь идёт такое нарушение, именно как мне кажется, как вот что мне сейчас пришло в Китае, нарушение именно по части женской энергии. Здравствуйте, Надежда, очень рада вас слышать, видеть. Вы, как всегда, приходите к нам на наши вебинары. Итак, что же, вот идея, которая не просто пришла, оказывается, вот что считают китайцы, и вот какая картинка в моей голове сложилась. Оказывается, алкоголь – это вообще заменитель любви. И мужчина, вот алкоголь несёт в себе иньскую энергию, женскую. То есть представляете, что происходит? Постольку-поскольку женщина по каким-то причинам, либо где-то семье она взяла, либо ей пришлось в жизни выживать, она начинает сдвигаться в мужской полюс, начинает достигать, решать, контролировать, то есть действовать так, как действует мужчина. И мужчина недополучает мужскую энергию, понимаете? И он её берёт из алкоголя. То есть вот эту любовь, которую он должен получать от нас, и поскольку созависимые женщины, вот я сейчас говорю не в упрёк, а в констатацию факта, мы не виноваты в том, что с нами происходит. Но, скорее всего, это какая-то задача наша жизненная, которую мы должны решить. Мы с ней родились, мы пришли с этой задачей в мир. И вот по каким-то причинам происходит это нарушение. Мы не даём своим мужчинам эту женскую энергию. Текущую, мы уже в прошлый раз говорили об этом, что вот женская женственность мягкая, как вода, да, мягкая. И, к сожалению, женщины, которых мужья выпивают, либо близкие, они как раз не отличаются вот этой мягкостью. Они контролирующие, достаточно жёсткие. И вот эта жёсткость появляется у женщины именно потому, что ей приходится выживать. Ей приходится заниматься не своим делом. И вот эти нарушения происходят также и в обратную сторону. Вот наверняка вам приходилось видеть, вернее, в вашей жизни, вот давайте сразу задам вопрос. Скажите, пожалуйста, были ли в вашей жизни такие мужчины, которые вас любили-любили, на руках носили, вот всё, что угодно за вас делали, ну вот рвотный порошок. Вот, ну, в моей жизни были такие мужчины. Вот они вроде и любят, и всё делают, но невозможно рядом находиться. Вот поставьте плюсики в чате, у кого было такое в жизни, когда мужчина, казалось бы, всё делает, любит, готовит, с ужином встречает, на руках носит, любит, любит, любит. Вот, что происходило вот в вашей жизни? Вот были ли такие мужчины, и как вы себя чувствовали при этом? Не было, Светлана, вам повезло, потому что на самом деле хорошо, потому что такие мужчины, если они появляются в жизни, вот я наблюдала такой тип мужчин в своей жизни, и потом я поняла, почему это происходит. Такие мужчины наполнены женской энергией, они такие иньские-иньские, и когда они начинают отдавать эту любовь, непонятно откуда вообще они её синтезируют, получается, что нам, женщинам, нечем заниматься, да, мы не делаем то, что призваны делать, отдавать любовь, нам скучно. То есть происходит перенасыщение вот этой энергии женской, ну, так, по крайней мере, считают китайцы. И женщина тогда очень дискомфортно себя чувствует, ей хочется сбежать от такого мужчины, и, в общем-то, правильно, потому что всё это чревато. И вот эти нарушения мужского-женского, я даже вот такую стрелочку себе, вот такую, вернее, схемочку приготовила, как только идёт вот это нарушение, как только становится много мужского, сразу в женщине мужчина вынужден, вот он себя чувствует точно так же, когда мы начинаем достигать, делать, контролировать, принимать решения, активность какую-то, становимся жёсткими, горячими. Мужчина себя точно так же плохо чувствует, потому что ему нечем заняться. И что он делает? И поскольку в таком состоянии мы не способны отдавать любовь, вот по этим китайским энергетическим законам, мы не способны этого делать, он её берёт, эту любовь, в алкоголе. Вот такая интересная вещь. Я когда это поняла, у меня сложилась картинка, ведь действительно, всё, что, вот, например, я делала, это было очень по-мужски, очень логично, очень правильно, очень ответственно. Я очень яро так бралась, активно за всё, с жаром, с пылом. Ну, такое вот, непонятно кто, оно такое. И понятно, что мужчина рядом, причём, ведь это же может быть не обязательно женщина-жена, вот такие же нарушения начинаются с матери, да. Иногда женщина и даёт эту любовь, вот она готова, она знает, она понимает, как это делается, но мужчина не способен её принять. Представляете? По ряду причин. Где-то вот было нарушение с мамой, она же тоже женщина, и по Фрейду считается, что первый сексуальный объект у мальчика – это мама. И вот мама имеет очень огромную роль в жизни мальчика, как первый сексуальный объект, и она его учит, либо не учит, каким-то основным жизнеутверждающим законам. И вот интересная вещь. Даосы считают, что вся вот эта энергия женская, мы её накапливаем в матке, да. И вот она поднимается вверх, а мужчина наоборот, у него сверху вниз, и он вот эту вот энергию преобразует в нечто материальное, да. В те дачи, машины, быт, который он должен организовывать, и вот тогда происходит нормальная, как бы, циркуляция этих энергий. И вот я нашла кучу даосских значков у нас в очень удивительном месте. Если вы сейчас удивитесь, вот оказывается, когда я начала изучать эти практики, энергии, всё очень стало складываться по-другому. У меня начал складываться пазл, во-первых, в моей голове, я поняла уже, что к чему, откуда ноги растут. И вот такой, сейчас покажу вам смешной значок. Вот эти вот значки в туалетах, ничто иное, как даосский знак. То есть вот, вот именно так женщина, вот где у неё потолще, там она накапливает энергию, вот там мы рожаем детей, и поднимает это вверх. А мужчина, наоборот, всё вниз идёт у него, да. И вот тут такие очень интересные тоже есть наблюдения. Когда иньская энергия, вот она внизу, да. То есть настоящая иньская женщина в женском полюсе, она спокойная, гармоничная, умиротворённая. Она способна отдавать. Вот такая мягкая, как вода, да. То есть женщина, настоящая женщина, она как бы вот не в голове всё у неё происходит, а вот в районе живота. Да, ведь раньше эта пословица, она неспроста была, не жалея живота своего, не жалея жизни, да. Потому что даоссов считается, что живот, это называется нижний донтянь, он важнее головы. И, а у мужчин, кстати, вот наоборот, вот у них всё рождается в голове, активность, идеи, бизнес, они без этого не могут. Но энергию они могут брать либо у Бога, да, либо у женщины, либо в бизнесе. И вот если ваш мужчина ушёл в бизнес, знайте, вы ему не додаёте. Он не получает то, что должен получать от вас. Если он с головой в бизнесе, ему ваша любовь уже не нужна. И вот эти вот все нарушения по энергетикам, они очень хорошо видны в жизни. Причём, чтобы не было таких иллюзий, иньская женщина, это не на 100% женская энергия. 100% женщина вот в иньском состоянии, это женщина холодная, в депрессии и дура. Поэтому природа устроена очень мудро. У нас должно быть тоже мужской энергии, но намного меньше, чем женской. И вот как раз опять моё личное наблюдение, сколько я наблюдаю женщин созависимых, вот они как раз очень сейчас я вижу, вот как они в мужском полюсе. Активные, принимают решения. Я уже говорила, повторюсь. Может быть, вы найдёте что-то у себя, какие-то качества контролирующие, тревожные, всё держащие в своих руках, ну и так далее, и так далее, и так далее. То есть такими, какими должны быть мужчины, у нас женщины. И отсюда вот происходит, причём как-то очень много сейчас женщин таких, вернее, мужчин очень женственных, а женщин мужественных. Это может проявляться даже не внешне, а по внутреннему состоянию. Внутреннее качество женщины похоже на мужчину. И ещё очень интересное, а, сейчас анекдот тут вам хочу рассказать небольшой по поводу. Придя домой, пьяный муж ударил кулаком по столу и крикнул, кто в доме хозяин? Жена в ответ запустила в него скалкой. Почесав сильно ушибленное место, муж сказал, даже спросить нельзя. То есть вот, понимаете, да? То есть приоритеты в семьях с зависимостью очень чётко выстроены, очень чётко. Женщина имеет главенствующую позицию. Вот она как раз женщина в голове, да? Не там, где ей положено, вот этот нижний донтянь, там, где энергия женская, где она собирает её эту энергию, а в голове. И ещё очень интересное такое наблюдение. Даосы считают, что энергии в женщины гуляют в зависимости от периодов вот этих менструальных циклов и так далее. Они разные, энергии меняются. И вот мы, вот женщина всегда чувствует, да, что энергия разная, да? Вот когда-то хочется что-то делать, достигать, потом умиротвориться где-то, потом очиститься. Это всё связано с периодами вот этих вот энергий. И вот Даосы меня очень порадовали, потому что, как вы думаете, вот чисто гипотетически, что у Даосов называется женской весной? Я очень порадовалась вот этому. Если вот сейчас кто-то готов ответить, ну, какое-нибудь предположение, вот какой период у женщин называется женской весной? Давайте вот так попробуем ответить на вопрос. Может быть, кто-то хочет. Что называется женской весной? Это связано с энергиями. Вот. Я ещё пару минуточек подожду ваши ответы. Может быть, кто-то что-то уже знает. Но для меня это было настоящим открытием. Романтические отношения. Хорошо, Светлана, спасибо вам за активность. Ещё какие будут ответы? Ну, для меня это было вообще поразительно. Отношения, влюблённость. Хорошо. Кстати, вот это способы накопления энергии. Пока вот я ещё там ваших ответов подожду. Женщина, кстати, энергию может брать отовсюду. Цветочки, грибочки. Что-то её порадовало. Шопинг даже, да. Женщина может что-то купить, она от вещи может получить энергию. И она её накапливает отовсюду. И если женщина умеет её накапливать и направлять, это дар. И мужчина всегда видит такую женщину, ценит. И рядом с такой женщиной мужчина начинает расцветать, достигать, становиться сильным, делать какие-то вещи, которые вот... У него есть чем, да, у него есть сила, у него есть движущая сила на его достижение. Так, ну пока ваших ответов нет. Ну для меня это была очень такая радостная весть. Больше отдаю. Да, совершенно верно. Вот женской весной у даосов называется период. Вот для меня всё это было страшно. Господи, вот это так страшно, когда женщина начинает стареть. Есть такое страшное слово климакс. Так вот, женская весна у даосов – это климакс. Когда все энергии успокаиваются, вот эти, да, вот они разные. И энергия становится более равномерной. Ну, в этом есть очень большой смысл. И женщина, она уже по-другому живёт, она гармонизируется, она становится другой. Представляете, если вот... Я подумала, если вот относиться к этому страшному периоду в жизни женщины как к весне, это же в корне меняет дело. На самом деле дети выращены, да, можно заняться собой, можно путешествовать, что, собственно говоря, делают многие на Западе, в Китае. В Китае женщины живут на пенсии, они живут, они наслаждаются. Надо видеть вот этих женщин. Причём так интересно, в парках китайских утром, днём можно увидеть женщин, которые вяжут. Макраме, вот что-то делают руками. Оказывается, это тоже гармонизирует женское состояние. Это, ну вот, кончики пальцев связаны напрямую с гармонией, с гармонизацией, с успокоением женской энергии. И поэтому женщины вот... Часто женщинам, которые вот выживальщицы такие вот... Есть такая категория женщин, которые всегда выживают. Им рекомендуют вот заняться каким-нибудь ручным трудом. Более того, даосы считают, что вот кисть и ладонь – это весь организм. Всё, кисть управляет всем. Причём они нам рассказывали, что, например, если болит сустав, то вот это вот место, подушечка большого пальца, отвечает за суставы. И если у вас какие-то проблемы с суставом, вот здесь вот наверняка найдётся болевое ощущение. И натирая вот эту точку, можно гармонизировать состояние сустава. Более того, организм человека, она такая огромная самонастраивающаяся система. И если научиться пользоваться знаниями, вот этими энергиями, всё этим управлять, то на самом деле в нас огромная сила, огромный потенциал. И вот я когда была в Китае, я заметила одну очень удивительную вещь. поскольку мы были в разных монастырях, и в женских, и в мужских, я, ну, конечно, мы все европейцы относимся очень скептически к этим энергиям, вот они там что-то говорят, но пока ты это не поймёшь и не почувствуешь, ну, верить как-то не очень хочется, правда? И вот я с удивлением обнаружила, что вот атмосфера, реальность, вот я не знаю, как это назвать, они называют это энергией, да? Энергия в женском монастыре отличается от мужского, отличается, и это чувствуется. Она какая-то более звенящая, более такая текущая. И вот я когда это почувствовала, я не поверила своим глазам. Причём я сначала это почувствовала, а потом задала вопрос. Вот. И, кстати, вот хочу ещё рассказать очень интересный случай. Я всё-таки задала вопрос, ну, я уже понимала, понимаю многое, моя жизнь уже по-другому происходит, и я вот задала вопрос, мне был интересен ответ Даоса. Я говорю, скажите, пожалуйста, почему ко мне притягиваются слабые мужчины? Он сказал так. Мужчины притягиваются на энергию, да? Её в тебе очень много. Для них это сила. Но почему ты решила, что притягиваются только слабые мужчины? То есть ты просто других не видишь. И, ну, я это подозревала, но когда он сказал это вот чёткими конкретными словами, причём ещё с переводом, с переводом всё, я там некоторые слова ещё не сразу поняла, я поняла, что да, ведь на самом деле у нас спектр очень сужен, мы заточены в каком-то смысле, либо из семьи, у каждого свои причины, да? То есть либо сейчас у меня уже состояние, что у меня спектр расширился, просто в голове ещё там что-то осталось, да? То есть у меня уже, допустим, открыто на других мужчин тоже. Но я пока, ну, вопрос был задан, но я получила ответ. Но на самом деле тоже имеет под собой очень сильный смысл, и в этом есть очень большая правда. Так, Надежда, выписываю для него красивые стихотворения, что я всё для него, что я всё для него делаю, я его оберег, он добреет. Надежда, я так понимаю, что у вас уже идёт такая очень мощная работа над собой, над своими действиями. Вот это вот, наверное, про любовь и про творчество, и про способность отдавать. Это очень здорово. Ещё такой вопрос. Скажите, пожалуйста, есть ли среди вас те, кто придёт к нам на тренинг? Потому что я тренинг сейчас немножко переделала, вернее, очень хорошо его переделала и включила туда даусские женские практики. Так, да, Светлана, очень хорошо, спасибо, Светлана. Очень хорошо, я очень рада за вас. То есть я, Надежда, прекрасно, очень хорошо. То есть вы меня очень радуете тогда. Ту информацию, которую я сейчас даю, она такая вот как бы поверхностная, более глубокие знания вы получите на тренинге и практике, и по накоплению. Кстати, вот ещё такой есть момент. Это считается, чтобы чувствовать себя счастливой, и вот это, кстати, одни из способов тоже накопления энергии. нужно петь самому себе или поздравить. То есть каждый день вот в ежедневном рационе должны вот находиться такие вещи, да. Ну, женщина накапливает энергии отовсюду, но ещё лучше она себя чувствует счастливой, если она поёт, танцует, общается с людьми, которые вдохновляют, и иногда остаётся одна, чтобы подумать о себе, о жизни. Вот такие вот, и это очень приёмно. Вот у даосов, у китайцев это видно везде. У меня вот есть здесь фотография, я в даосском парке, вернее, в китайском Пекине парке, вот если вы видите там на заднем плане, вот беседочка, и там люди, это 7 утра. И вот они там с нотами, все, у них распределены роты, и они поют. В этом кусочке парка поют, в том кусочке парка танцуют, там занимаются тайцзы, накапливают эту энергию, вращают её, это очень интересно. И вот китайцы, они вообще мастера не просто накапливать энергию, но её удерживать и перенаправлять. Вот я уже рассказывала про китайских, когда мы были в Шаолине, и, наверное, вы получили в рассылочку ролик, когда даосские монахи прокалывали иголкой шарик. Игорь не поверил, написал шило, это не шило было, это была игла, я её видела, то есть если бы я не видела собственными глазами это стекло, этого мальчика, это прокалывание, я бы, наверное, не поверила. И вот я думаю, что это всё связано, не думаю, а знаю, что вот именно с накоплением концентрации вот этой энергии, удержанием, ещё же важно не разбазарить эту энергию, и направлением в нужную точку. Вот это мы будем учиться на тренинге, потому что женщины, вот мы уже много раз, я уже на вебинарах повторяла, вот как мы разбазариваем энергию, он пьёт, а мы уже всё на британские флаги, уже додумаем, где он, что он, что с ним, вот такое ощущение, нож в сердце воткнул, провернул там, обстрадался, плакался, да, то есть вы в итоге пустая, вот я уже тысячу раз говорила, говорю, тысячу первый, ему хорошо, плохо вам, вы ему отдаёте энергию, да, вот очень чётко это видно, правда, вот сейчас скажите, вот кто сейчас понимает механизм, и кто согласен с тем, что это отдача любви и энергии, мужчины так забирают энергию у нас, да, вот таким дурацким способом, они может по-другому не умеют, не научили их, но факт же в том, что мы на это ведёмся, они провоцируют, а мы ведёмся, мы же отдаём добровольно это, не осознаём, да, многого не знаем, да, но ведь отдаём же, кто ещё согласен вот с тем, что мужчина забирает у нас энергию, вот он пьёт, и мы ему отдаём, ту энергию, которую он недополучает, вот он её забирает таким способом, его не научили брать по-другому, нас не научили отдавать по-другому, и мы по сути пара-пара, да, к сожалению, если бы мы знали, что можно по-другому, конечно, мы бы это делали, но нас никто не учил, и сейчас вот я, конечно, те вещи, которые вот я читаю, езжу там какие-то знания в Китай ищу, по крупицам выискиваю, анализирую, пропускаю через себя, через свой опыт, если бы мне кто-то в школе дал хотя бы чуточку вот этих знаний, конечно бы моя жизнь сложилась по-другому, я ни о чём, ни в коем случае не жалею, видимо, мне нужен был этот опыт, чтобы его прожить, пережить, и вот послание, которое должно быть мужчинам, я рассказывала про парня, который у нас был в группе, ну как же в группе без алкоголика, ну вот, ну просто невозможно, конечно, было такое, так, секундочку, Надежда, говорю кнопочку, жмёшь, смеётся, то есть сознательно берёт мою энергию, Надежда, вот мне вы очень-очень-очень нравитесь, потому что я вижу, что у вас идёт работа, вот по капельке каждый день, вот вы даёте же информацию, уже результат, да, это же результат, маленький ваш результат, это значит, что вы не просто приходите на вебинары, вы приходите, вы берёте знания, вы ими пользуетесь, и вы даже не представляете, как может измениться ваша жизнь, и я очень за вас рада, спасибо вам, и вот продолжая нашу тему, мужчины, когда, вот, кстати, вот момент забора вот этой энергии, мальчик, который у нас пил, да, в группе, я уже рассказывала, расскажу ещё раз, то есть парень действовал привычными методами для себя, он исчезал куда-то, его, допустим, утром занимаемся, его приводят полицейские китайские, он ушёл в какую-то гору, напился там, его привели, его унесли, его принесли там, периодически провоцировал, что-то там делал, пропил все деньги, то есть это такой типичный пример, да, и поскольку группа была правильно заточена, реакция группы была такая, вот мысль эту даже запишите себе, ты вправе делать всё, что захочешь, это твой выбор, если способен пережить последствия своего выбора, да, и когда мальчик понял, что группа как бы так, ну, пьёшь, ну, твоё, это твое право, твой выбор, ну, пропил деньги, ну, прекрасно, вот теперь попробуй выжить так, без денег, денег ему никто не собирался давать, никто за него не собирался решать эти проблемы, это была его жизнь, его ответственность, он там телепался, делал всевозможные виды там, причём вот как он сбрасывал ответственность, это было вообще очень, он не мог принять решение ни в чём, а что купить мне маме, как вы считаете, что маме подарить, мама, чья вообще твоя, ты же знаешь, что твоей маме подарить, подумай, то есть он сбрасывал везде, а вы не могли бы меня поднести бутылочку, у меня маленькая сумочка такая, у него бутылочка с минералочкой, там, ну, пол-литра, но всё равно пол-литра и моя, вот маленькая сумочка, его пол-литра, зачем мне в моей маленькой сумочке его пол-литровая бутылочка, несмотря на то, что она не тяжёлая, естественно, все ему отдавали обратно, нет, дорогой, неси свою бутылочку, принимай решение, выбирай маме подарок, то есть ответственность сбрасывал везде, везде просто, реши за меня, сделай, помоги, не знаю, то есть вот эти слова очень свойственны людям зависимости, не знаю, это значит, реши за меня, то есть везде и всюду, ну и в конечном итоге он понял, что обратной реакции нет, послание от группы, делай, что хочешь, это твой выбор, если ты способен пережить последствия своих выборов, тебе никто здесь помогать не будет, потому что ты выбрал пропить все деньги, ты выбрал кружиться, гулять, ты выбрал ставить группу там в какие-то ситуации, это был твой выбор, ну пожалуйста пожинай плоды, кое-как он там протелепался все это время, и в конечном итоге, последние, последние дни, когда уже ходили мы, закупали подарки, для близких, ну я уже говорила, что мы его нашли в применении ему, постольку, поскольку мальчик обладает удивительными коммуникативными способностями, он даже талант, я бы сказала, вот гений коммуникации, он начал торговаться с китайцами, китайцы, они такие очень интересные люди, вот им нужно поторговаться, ну то есть они ставят, ты подходишь к китайцу и говоришь там сколько стоит, цена поднимается в 10 раз, кстати в 10, в итоге ты с ними торгуешься, и в 5 раз дешевле удается тебе купить, если ты умеешь торговаться, и вот этот мальчишка сторговался так, что они ему жали руки, говорили, что ты крэйзи, ну он молодец там, уважаем, они там продавали, бились в усмерть, но в итоге он сэкономил огромное количество денег девчонкам нашим, и девчонки ему заплатили, там небольшие деньги, но тем не менее, деньги, да, самое удивительное, что деньги, которые он получил, он не пропил, он купил маме подарок, дочке подарок, они разведены женой, у него две девочки, он купил отцу, и очень этим гордился, потому что он сделал это сам, сам заработал, сам принял решение, сам реализовал всё, и я думаю, что для него, мы сделали большое ему одолжение, что вот не стали вестись на все его провокации, во-первых, не отдавали энергию, но экономили её себе, во-вторых, он получил опыт пожинания ответственности за свои поступки, это очень важно, и вот всем, у кого родственники с зависимостями, вот это просто вот послание, которое должно от вас исходить изнутри, ваша задача в этом всём сохраниться, не отдавать энергию, которую, да, мы её берём от цветочков, грибочков, но вот такие ситуации нас опустошают, они способствуют нашему старению, способствуют нашим болезням, мы кормим свои болезни вот такими опустошениями. Итак, что ещё было вот такого познавательного в Китае? Я вот всё-таки, когда я ехала в эту страну, 21 века, такая страна цивилизованная, меня очень поразил, конечно, Великий Мао, вот до сих пор там мавзолей, но что меня поразило, молодёжь идёт толпами, цветы несёт охапками, там стоит такой белый трон, и там цветы, и идут молодые люди. Весь Китай, вот он такой удивительная страна, Мао звучит везде, то есть вот ты даже в торгах можешь услышать там, а Великий Мао говорил там то-то, то-то, и в ответ да, Великий Мао говорил, но Великий Мао говорил и вот это, то есть они сыплют этими фразами, и я вот как-то заглянула в цитатничек Мао, и очень многое поняла. На самом деле Великий был человек, и несмотря ни на что, и вот пару фраз даже выписала для нас, для нашего мероприятия, так, одну секундочку, вот вещи, которые Мао считал, всем видна презентация, Мао считал, что чтобы что-то начать, нужно сначала разрушить, невозможно созидание без разрушения, вы представляете, сколько интересных вещей, ведь у нас такая же тоже ситуация, что у нас вот разрушилось уже практически всё, да, у многих ситуация наколены до предела, нервы уже просто не выдерживают, да, ситуация разрушения, но вот это именно это разрушение привело вас сегодня сюда, да, приводило на другие вебинары, многие читали книги, и вот именно это разрушение сейчас пойдёт вам на созидание. И вот ещё одно интересное выражение Мао, которое мне тоже понравилось, если ветер идёт, то есть не нужно строить щит для ветра, а нужно построить ветряную мельницу. И вот это очень по-женски, кстати. Женщина, она вообще, у нас никто не учил женщин хотеть. Если женщина правильно хочет, то она любой негатив может направить, перенаправить в нужное русло. И вот с таким отношением к жизни, ко всему, можно очень многого достигнуть и добиться. И у них, у китайцев настолько вот заложено вот это уважение к Мао, у них какой-то вот даже внутренний кодекс Мао есть. Он везде цитируется, он присутствует зримо-незримо везде. И я поняла, почему там охапками цветы, молодёжь к нему идёт и так далее. И вот, кстати, наверное, нам нужно поучиться у китайцев вот этому отношению к вождю, нами же избранного. Ну, вот такой вождь тоже неспроста. Такие люди тоже неспроста. И вот правильное к этому отношение, это тоже один из успехов, и в том числе китайской нации. Ещё одно интересное вот моё наблюдение по Китаю. Вот это у них символ счастья, может, не очень хорошо введен иероглиф, но, кстати, даосы, вот они просто должны быть счастливы по определению. Человек должен быть счастливы. Это не оговаривается. Не оговаривается ни в коей мере. Вот если бы вы видели китайских, вот этих даосских монахов и монашков, это люди, от которых невозможно оторваться. Вот они такие, вот они светятся. Как они ходят, как они двигаются, как они бегают по лестницам, когда я увидела женщину, такой достаточно в возрасте, которая по лестнице просто как лань, сбежала, я была очень поражена, когда она спустилась, то есть поднялась, потом спустилась, я посмотрела на лицо, лицо как бы, конечно, намного старше, чем я могла ожидать. И все даосы, они выглядят на порядок моложе. 10-20 лет в среднем. Даосы выглядят моложе. Десятка железная. И у них вот эту энергию, которую они собирают, они умеют на алхимию тела, то есть на перепоплощение, трансформацию тела, изменение тела направлять. Очень интересное, такое еще вот у даосов есть, они все негативные мысли отправляют вот туда, в матку, на переработку. Там вроде как все перерабатывается, матка все перерабатывает и выдает другой тип энергии. Представляете, то есть если пришла дурацкая мысль, например, что случится с моим мужем, если он пойдет туда, там вот это, там обязательно мне изменят, здесь упадет, здесь пропадет, здесь попадет в милицию, да? Все эти мысли даосы рекомендуют направлять в матку. Интересно. Я пробовала, полк помогает. Очень интересно. То есть как только пришла мысль такого характера, ее сразу нужно направлять туда. Кстати, вот эти мысли, я уже рассказывала о том, как они нас разрушают, и когда я училась в институте, получала второе образование, у нас в учебнике по психологии был такой пример, не знаю, слышали вы или нет, называется «Дело копенгагенских врачей». Врачи, значит, провели такой эксперимент, человека, которого приговорили к смерти, его сажали на... говорили, что его приговорили к смерти посредством вскрытия вен. Что делали с человеком? Они сажали его на стул, завязывали глаза, проводили по руке линейкой и лили тёплую воду. Человек умирал. Представляете, вообще, насколько мы можем с собой сотворить что, да? Вот как мы можем с собой какие вещи делать? Мы себя можем уничтожать. и на самом деле вот это тоже к энергиям. Мастера даосы, ну, уже известные вещи, уже они просочились уже в Европу, когда они без контакта, только перенаправляя, управляя энергией, могу человек... бесконтактно он может упасть, как бы в боях это всё используется. Очень мощный человек, очень мощная машина, очень мощная энергетическая машина. И вот эту энергию можно направить как на разрушение себя и близких, так и на созидание. И вот я очень прошу и призываю всех об этом помнить. И каждый раз, когда в вашу светлую голову пришла мысль о том, что вот ваш муж там где-то, и вы начинаете разгонять до масштаба вселенской катастрофы, вот это вот, я вам очень рекомендую остановиться. Мы будем на тренинге изучать все эти техники, переключения. Я уже давала некоторые, но будем ещё более подробно на этом останавливаться и перенаправлять вот эту энергию на созидание. И ещё сегодня я много чего готовила. По поводу даосов я уже достаточно много сказала. По поводу монастырей, по поводу... Кстати, очень интересное наблюдение. Даосы, вот там вот у них такие вот монастыри, они такими слоями. Один здание, потом второе, третье, четвёртое. И вот ты поднимаешься по лесенкам, всё выше и выше, с какими-то помыслами. И это место у монастырей, у даосов, это не просто место силы, это место накопления энергии в том числе. Они как-то там складывают особым образом вот так руки, и получается как бы замыкается цепь, и ты становишься как бы антенной такой, антенной для восприятия энергии, для накопления энергии. И опять же, мы умеем накапливать энергию, мы не умеем её сохранять и не умеем её направлять. И когда мне один даос сказал, что если я... Ну конкретно меня это касалось тогда на тот момент, если я научусь... Ну я очень много лишних движений, каких-то суетливых дел, они очень спокойные, они такие текут. Китайцы они вот во всём, они другие, они текут по жизни, они доверяют жизни. То у меня, конечно, такое вот бывает сует-суетность какая-то, я это знаю. Идёт такой тоже немножко разбазар энергии. И он сказал, что если я научусь эту энергию собирать, не разбазаривать и направлять туда, куда нужно, то, наверное, он обо мне ещё услышит. Вот. Вы понимаете, насколько можно, научаясь управлять вот этими процессами в себе? Ведь мы все очень чётко знаем, когда вот вы, скажите, вот вы можете кто-нибудь из вас, вот чётко определить это состояние наполненности, да? Вот чувствовали вы себя когда-нибудь наполненными, что-то происходило. Вот у каждой женщины есть своё такое состояние наполненности, и вот то, чем она наполняется. Вот я, например, после поездки за грибами, после выезда там на какие-то вот такие, Китай, там какие-то путешествия, я приезжаю наполненной всегда, да? После какого-то мероприятия, может быть. Ну вот скажите, вы ощущали когда-нибудь это состояние наполненности? Я сейчас говорю про энергии, но вы наверняка это ощущали в себе. Кто из вас вот ощущал? Мужчин нет на тренинге? Вот, есть у нас какой-то мужчина. Мужчина есть, слушает. Мне очень приятно, что мужчины к нам тоже приходят. Вот, и если бы ещё были какие-то ответы, я была бы вам очень благодарна, Юрий. Есть мужчины. Как же без мужчин? Вот, ну, кто-нибудь чувствует это состояние наполненности? И если такое есть у кого-то, вот отследите, когда, в какие моменты вы наполняетесь. Вот я на своих тренингах помогаю людям искать такие места, такие моменты. Есть упражнения все специальные, мы будем, кстати, делать. Я так понимаю, что все, кто сегодня практически есть, они будут на тренинге. Так что мы это все с вами будем искать. Это все ресурсные состояния, ресурсные места свои. Я наполненно приехала с Байкала. Вот, вы чувствуете, да? Вот, кстати, Байкал очень мощное место силы, да? Считается, что там даже какие-то разломы, сломы. Сейчас, одну секундочку. И, как бы, это все наполняет человека. И вот ты приезжаешь наполненным. Но, вот еще такое следующее наблюдение. После того, как вы наполнились, замечали ли вы, что тут же появляется в вашей жизни человек, ну, как правило, человек, который вас выбешивает или раздражает, и вы тут же сливаетесь. Вот скажите, кто наблюдал такое явление? У кого такое было? Очень часто даже с церкви приходишь, когда, вот я раньше замечала, причастился, исповедовался, пришел такой чистенький, классный. И еще раз повторяю вопрос. Был ли такой, вот после того, как вы наполнились, было ли такое, что приходил какой-то человек и что-то делал, либо раздражал вас каким-то образом, выбешивал, и вы тут же сливались, вот наполненность отдавали. Вот сейчас ваши пришли плюсики по связи, а теперь поставьте, пожалуйста, скажите, у кого был такое, кто замечал такое, что вот как только вы наполненные, приехали отдохнувшие, наполненные, тут как тут приходит некто, и тут же у вас это все забирает. Сплошь и рядом. Причем я уже даже такую закономерность, есть люди, которые в принципе не умеют накапливать энергию, и не умеют любить, не умеют получать любовь, и у них в голове очень прочно сидит такая мысль, что если, вот это как дети, да, если родители не замечают ребенка, он начинает себя плохо вести, чтобы, ну, и родители злиться, и ребенок получает как бы внимание, ему все равно какое внимание, да, ты накричал на него, либо поиграл с ним, накричал это тоже внимание, это тоже энергия, и вот ребенок думает потом всю жизнь, что таким способом можно забирать энергию, да, и вот как только ты наполняешься, в твою жизнь приходит человек, который тебя опустошает, вернее, ты позволяешь ему себя опустошить. Наполненные женщины, возвращаясь с какого-то места, где она наполнилась, это может быть даже спа-салон, это может быть отпуск, тут же начинается мужья начинает чудить, да, дети начинают чудить, и мы тут же эту энергию отдаем. Я это очень четко отследила, и сейчас я уже даже своим всем клиентам рекомендую прям брать мячик теннисный, вот, чтобы он был осязаемый в руках, и вот с этим мячиком прям вот ходить, вот когда вы понимаете, что это касается ситуации, когда, допустим, муж где-то загулял, загулял, и вы понимаете, что сейчас вы будете о нем думать, отдавать туда свою энергию, вы ее будете разбазаривать, и вот ходя вот с этим мячиком, вот осязая его в руках, понимать, что вот ни при каких условиях, ни как, ни, вот не отдать ему то, что он делает. Так, Надежда прислала нам, значит, подруга, она очень хотела поехать, но не смогла, она сказала, что ей не интересны мои снимки, а мне было неприятно это слышать. О, вот, Надежда, вы сейчас очень важную тему подняли, да? Мне очень нравится выражение Ницше, которое говорит, друг познается в сарадости, да? Пока у вас плохо, у вас есть люди, которые рядом, но очень немногие способны пережить, ссорадоваться с вами, пережить ваш успех и вашу радость. И вот как раз вот такие люди в такие моменты проверяются. Как вы думаете, почему ей неинтересны были ваши снимки? Вот как раз по тем же самым причинам. И вот тоже способ отъема энергии, вот она вам это сказала, вы переживали, энергию отдали. Да, мне это выражение тоже нравится, говорит Светлана, спасибо, Светлана. И вот, кстати, когда мы будем на тренинге работать со окружением, вот первый, Кастанеда вообще советует каждые два года обнуляться, даже выбрасывать записные книжки, люди, которые вам нужны, найдутся. Те, которые вас опустошают, вот их нужно убирать просто из своего окружения. В моей жизни был такой случай, вот то, что рассказывала Надежда, когда я начала писать книгу, начала делиться своими идеями, осознаваниями, люди не способны были это слышать, они раздражались, их очень раздражала моя книга, особенно женщин, которые жили, ну, естественно, я как созависимая, у меня были такие же подружки, у которых пили мужья, и мы там сидели на кухоньке, рассказывали друг другу, жаловались все вот эти вещи, то есть была, ну, так вот, ну, понимаете, да, вот такая забава у нас была, созависимая. И вот как только я начала мыслить по-другому, начала писать книгу, я поняла, что я очень раздражаю этих подруг, я начала их раздражать, они не способны были не смотреть мои фотографии, не читать мою книгу, и что вы думаете, они ушли из моей жизни, я не общаюсь с ними совсем, ни при каких условиях, они не смогли выдержать моей вот этой вот успешности, когда я стала счастливая, наполненная, успешная, они не смогли этого выдержать. Остались единицы. Но, правда, круг этот заполнился очень быстро, на пустое место, пусть это место пусто не бывает. Пришли другие люди, другого уровня совершенно, совершенно другого наполнения. И сейчас я, конечно, очень рада на самом деле, что люди, не способные сорадоваться со мной, они остались где-то позади. Вот это такой хороший тест, проверка на своё окружение. Ведь мы становимся тем, с кем общаемся. И я даже думаю, иногда мне кажется, что я очень много набиралась от своих созависимых подруг вот этой вот способности жаловаться, осуждать. Ведь от того, что я кого-то осуждаю, кого-то обсуждаю, я же не становлюсь от этого лучше, правда? Моя жизнь качественно не меняется. Но тогда это такое было времяпрепровождение. Что-то случилось, я побежала, рассказала, поплакала. Причём мы жалуемся всегда не тому, жалуемся не человеку, который может помочь, потому что мы не готовы решать эти проблемы. Тогда я не была готова их решать. Но я готова была их плескать, жаловаться, обсуждать. Девушки с удовольствием слушали вот эти сопли в сахаре. Ну и в конечном итоге, когда всё стало по-другому, когда я начала меняться, вот такие люди меня покинули. Ну и завершая наш сегодняшний вебинар, хочу вам пожелать, будьте спокойными. Китайцы вот выдают эти ленточки, ты с ними идёшь по монастырям, завязываешь на деревьях. Вот это состояние спокойствия, на самом деле это не так просто, и вы это понимаете. И состояние спокойствия – это состояние накопления энергии, не разбазаривания её. И сейчас вот я хотела бы послушать ваши вопросы. Есть ли какие-нибудь вопросы ко мне? И может быть, что-то сегодня было для вас полезного, что-то вы почерпнули такое, чего раньше не знали. Вот я жду ваших вопросов, обратной связи. И после меня сейчас будет Игорь выступать, расскажет вам, какие наши моменты организационные ещё. И вот если есть какие-то вопросы, с чем-то вы согласны, с чем-то вы не согласны. Я самый обыкновенный человек, и всё, что я говорю, вы вправе подвергнуть сомнению. Если что-то не согласуется с вашим внутренним убеждением, чем вы вправе об этом сказать. Вот, я слушаю ваши вопросы, обратную связь, пока Игорь готовится там выступить. Сейчас я отключу презентацию, чтобы она ему не мешала. Так, вроде бы я убрала её. Вот, а вы пока подумайте. Надежда, спасибо, мне помогает ваша поддержка. Надежда, вы ещё... Я всегда вот прошу женщины, не обесценивайте себя и свои вложения. Если бы вы не взяли себя в руки, если бы у вас не было желания и намерения измениться, вас бы здесь не было. Я бы ничем не могла бы вам помочь. Вы сами делаете очень и очень многое. Это такой хороший задел на абсолютно новые отношения, новую жизнь, новое наполнение, новую любовь и на очень много других вещей. Светлана, спасибо вам тоже за... Огромное спасибо. Вы не представляете, как меня поддерживают и радуют вот такие вещи. Хотя я открыта и для критики, и для каких-то вещей, которые... Если вы что-то видите, слышите, я с радостью об этом тоже... Ну, я это услышу. Вот. Светлана ещё написала. Да, намерений, желаний очень много. Вы знаете, это чувствуется. Вот есть люди, которых я чувствую, ведь вы когда приходите на вебинар, вот так случилось с вебинаром по картам, по картам, да? У нас была рассылка, и по сути вебинар по картам был направлен на людей, которые... Помогающих профессию. Коучи, менеджеры, там, руководители, учителя, преподаватели, социальные работники. И когда я увидела, вот я же вижу только имена, да? И вот я абсолютно чётко прочувствовала вас в этом тренинге. Я почувствовала. Я не знала, вы это, не вы. Но я очень чётко поняла, что вот это люди с сформировавшимся намерением, и что у вас уже есть желание, есть цель, есть очень многое для того, чтобы прийти к какому-то другому результату. И это очень радует. На самом деле это значит, говорит о том, что всё, что мы делаем, оно не уходит в пустоту. И спасибо вам за это огромное всем. Так, ещё там пишут нам. Я до сих пор про него вспоминаю. Хочется продолжения в обучении уже. Да, Светлана, я читала ваш отзыв и благодарность и огромное вам спасибо. Конечно, мы с удовольствием всё это будем продолжать. Карты можно купить везде сейчас в инете, насколько я знаю. Если нет, то у нас тоже. Единственное, что мы сейчас с Игорем сделаем прайс-лист, это тоже будем посылать. Всё это есть у нас, готово. И вот имея колоды уже, вы можете с этим работать. Вы можете работать с своими подругами. Это может стать хорошим времяпрепровождением, это может стать хорошим досугом, вы можете проводить встречи с друзьями, к вам начнут приходить другого уровня люди. Возможно, это станет вашей новой профессией. То есть вот этот интерес, он такой очень неподдельный у вас. И кто знает, возможно, именно вот это вот направление, направление, оно ваше, и вы сможете там не только вот получать от этого какое-то удовольствие, эмоцию, но ещё и зарабатывать. Так, Надежда. Я по картам пропустила. Можно ли получить запись? Я думаю, что, конечно, можно. Игорь возьмёт ваши данные. Вот сейчас он будет выступать, и всё это возможно, да. Единственное, что у нас такой семинар получился очень экспромтом, да. Немножко не та аудитория была, на которую мы были нацелены. То есть это должны были быть немножко другие люди в плане профессии, профессиональной деятельности. С удовольствием пришлём вам вебинар. Игорь, по картам момента сообщу после Ирины. Ну, если нет больше вопросов, спасибо вам огромное. Спасибо за то, что вы ходите. Спасибо, что вы такие все целеустремлённые, ответственные. И я просто очень... У меня такое ощущение, что я вас всех очень знаю хорошо, потому что у нас много с вами общего. Я вас очень люблю, и спасибо вам за всё. Встретимся уже на следующих вебинарах и на наших тренингах. Всего вам доброго. Да, добрый вечер. Как меня слышно, поставьте по картам. Значит, те, кто вписался в это онлайн-мероприятие и те, кто вписался, естественно, приходил или не смог прийти, но вписался по той рассылке, которую мы делали, вы все получите запись. Там осталось немножко её просто доконвертировать. Есть просто технические моменты с комнатой. Сегодня рассылка... Хорошо, мы работаем через два сервиса рассылочных, то есть через одну рассылку ушла, небольшому количеству вам повезло, а большей части людей рассылка вообще до сих пор не пришла. И ни ссылок, ничего не было. Это технические моменты мы решим. Значит, те, кто у нас сегодня в чате остался, кто ещё не заказал тренинг, потому что, почему спрашиваю, сегодня фактически заканчивается скидка и уже с завтрашнего дня будет по максимальной цене всё. Кто не заказал ещё тренинг, поставьте единичку. Или кто не знает, что по тренингу сказать, потому что я по именам... Вроде бы сейчас, да, все в чате, кто уже оплатил тренинг. Хорошо, значит, технический момент, вот о чём я сегодня говорил, о чём было в рассылке, связан с тем, что к концу мая, к концу мая, в конце мая мы будем проводить открытое мероприятие. Открытое мероприятие, это живое, так назовём это, уже не в онлайне. Это мероприятие будет проходить в Москве, под Москвой. Скорее всего, это будет или Раменское, или Жуковское. Горо-Жуковский. Это мероприятие будет двухдневное, оно будет суббота-воскресенье. Ну, скорее всего, суббота-воскресенье. Мероприятие будет по телесным практикам Олега Строганова. Там зал небольшой, 25-30 человек максимально умещает. И, соответственно, чуть попозже я сброшу информацию по этому мероприятию. Мы сейчас договариваемся по... Вроде бы уже всё оговорили по стоимости аренды. Там хороший, неплохой зал с раздевалками, и так далее, и тому подобное. Соответственно, все, кто у нас сегодня в чате, кто будет слушать запись этого мероприятия, смогут сделать... Я сделаю такую кнопочку, смогут сделать предварительно вписаться, хотя бы получить информацию, предварительно вписаться. И даже если вы... Тут тоже очень важно. Даже если вы не сможете посетить это мероприятие, там мы будем делать и видеозапись. Ну, естественно, за какие-то такие... Разные сделаем предложения. Будем делать и видеомероприятия, и в том числе вы впишетесь в эту рассылку, и мы будем знать, что вас эта тема интересует. То есть следите, опять же, за рассылками. И рекомендую проверять всё-таки папку спам, потому что периодически письма, как казалось, туда падают. И в том числе и у меня ящики зарегистрированы, и я получаю эту же рассылку, что и вы, то есть тестирую и нахожу частенько письма в спаме. То есть эти почтовые сервисы работают, сами не знают как. Даже часто у меня один раз было письмо от моего РУ, пришло с тем, что они борются со всеми спамами, они хотят сделать, чтобы вы получали только нужную рассылку, а это письмо я нашел у них же в спаме, в их же посте и в их же ящике, который лежал в спаме. То есть тоже такие интересные вещи с ними происходят. Соответственно, если я тогда долго, судя по тому, что все, кто сейчас у нас в чате, все уже оплатили наш тренинг, то через 6 дней он стартует. Это я вас уже хочу поздравить. Те, кто еще думает, думайте. Но с завтрашнего дня это уже будет по полной цене. И все, кто успел, тот получил все самое лучшее и самое вкусное. И тем более, как Ирина говорила, что ее поездка в Китай просто осенила по многим вещам. И она докрутила очень многие вещи. Поэтому тренинг будет очень интересный. Я думаю, все, кто был сегодня на мероприятии или послушает записи это мероприятие, может быть, поймут, что кто не успел еще попасть на тренинг и оплатить его, сколько они пропустили. Соответственно, если... Вот два таких момента я хотел сказать по тренингу и второй момент по живому мероприятию, о чем мы уже говорили два или три месяца назад, о том, что мы будем их организовать и проводить. И, как вы видите, мы свои обещания выполняем. Понятно, что разные технические вещи, технические моменты этой всей организации, но мы это все решим. И вы будете получать все самое-самое лучшее от самых-самых лучших тренеров, специалистов, людей, которые победили эти проблемы, с которыми вы сталкиваетесь. То есть вы будете заниматься однозначно ростом, собственным ростом. Избавление, совершенствование, а ваши все зависимые родственники, друзья и так далее уже пусть сами делают выводы, подтягиваться их к вам, когда вы будете взлетать или остаться на том месте, на котором они находитесь. Итак, если сейчас вопросов нету по тренингу и по каким-то техническим вопросам, возникшим, кто еще, может быть, не оплатил и думает, как это сделать, то, в принципе, Ирина сегодня выдала просто мега-супер-полезную информацию, а мне уже и добавить нечего. Поэтому тогда на сегодня мы будем прощаться. записи по картам, опять же повторяю, по картам, кто вписался или кто хочет, кто не был на этом мероприятии и кто хочет получить запись по метафорическим картам, которые проводила Ирина, поставьте единичку и напишите, наверное, нам в почту, в почту, с которого приходит рассылка. А, нет, давайте сделаем так. Или, наверное, я не найду, я посмотрю сейчас, если у меня есть ссылка. А, есть ссылка, отлично. Вот она прямо под руками. Давайте я сброшу ссылку. Светлана, если вы были, то вы получите запись. Потому что, если вы были, значит, вы получили приглашение на это мероприятие. И запись, ну, я думаю, что в крайнем случае, самая последняя, завтра она уже уйдет. Она будет запакована и уйдет в рассылку. Те, кто не был, вот я сбрасываю ссылку на это мероприятие. Я сейчас проверю, кстати, работает он. Да, отлично работает. Вот, то есть, вы кликаете прямо на ссылку, прочитаете здесь, о чем это было мероприятие. И, соответственно, вы, когда впишетесь по ссылке, вы пройдете, оставите имя и мейл, чтобы мы знали уже контактные данные, кому высылать. То есть, вы получите запись. Опять же, говорю, вам повезло, что вы сегодня на нашем мероприятии и получите. Очень интересно. Там интригу внесу такую, что, не помню имя, одна женщина, Ирина, с помощью карт в течение, там, наверное, полутора, двух, трех, ну, может, пяти минут выявила очень глубокую интересную проблему. Поэтому вот такую интригу я вам забрасываю. Что, как оказалось, мы сами не ожидали, что, оказывается, можно не просто с этими картами работать, вот как Ирина работает, работает в группах, или приезжают отдельные люди к ней, или она куда-то ездит и с помощью карт с ними проводит сеансы определенные, а оказалось, можно делать через онлайн, через вебинарную комнату. Да, на примере двух женщин. Да, Светлана, это вы тоже там были, отлично. То есть, на примере двух женщин, вот те, кто не был, пожалуйста, зайдите по ссылке, оставьте свои данные, и вы получите запись. Потому что, ну, Ирина была поражена, я сам был поражен. Как так, как можно реально, прямо вот, на нашем мероприятии, через видеокамеру, и получить консультацию. Это просто очень интересное событие для нас, необычное, и я скажу сразу, что никто в онлайне практически этого не делал. То есть, все такие мероприятия, работа с картами и обратная связь происходят только вживую. А тут вот такая метафора интересная произошла. Светлана, мега суперкруто, отлично. Вот, поэтому вот тогда три таких момента организационных у нас было по нашему тренингу, который стартует через 6 дней, 12 мая. Те, кто еще не вписался, вписывайтесь. У кого нету ссылки, поставьте плюсик, сброшу ссылку. По ближайшему живому мероприятию, которое будет под Москвой, естественно, в принципе, там недалеко, это недалеко АНОМКАДа, и, наверное, там даже станция метро. Но мы, когда будем делать страничку организационную, я все напишу на страничке. Если кто-то соберется, может, кто-то недалеко находится, приедет, два дня, суббота, воскресенье проведем просто шикарное, там будет, я надеюсь, будет хорошая погода, может, даже что-то и на воздухе будем делать, на свежем. Природа там хорошая, в Подмосковье. Вот, это в конце мая будет, и, соответственно, по метафорическим картам, если кому-то интересна тема, оставляйте данные, вписывайтесь, получите запись, а дальше, естественно, следите за рассылкой, мы будем дальше эту тему двигать. У меня тогда все, всем спасибо, до свидания, хороших вам праздников, осталось еще пару дней, так сказать, домучиться, и потом 10 мая или какого там числа уже на работу. Спасибо, до свидания. Продолжение следует...